Следующее. В экономической истории есть загадка. В свое время процент, да, вы ее в общем знаете, и ответа вы тоже на нее не знаете, потому что историки спорят. Но у меня есть другая экономическая загадка из новейшей экономической истории. Дело в том, что, как вы наверняка знаете, в Российской Федерации достаточно высокие пошлины на автомобили. На легковой автотранспорт, ввозимый из-за рубежа, в России достаточно высокие пошлины. Из-за этого у нас достаточно высокие цены на автомобили. аналогичные автомобили где-нибудь в Соединенных Штатах стоят значительно дешевле, потому что в Штатах пошлины на автомобиле значительно ниже. Так вот, у меня следующий вопрос. Понятно, зачем эти пошлины принимались в России? У нас, значит, создан автопром мощный, у нас, например, под Питером автопромышленный вот этот кластер, тут Toyota, Nissan, по-моему, Hyundai, еще здесь, Ford тоже. Значит, огромное количество предприятий производят больше автомобилей, чем, например, завод в Тольятти. Вот этот монструозный заводище, который строили еще в советское время, который выпускает очень много до сих пор машин, он выпускает меньше машин, чем вот питерский кластер. А еще есть кластер в Калуге и, в общем, где... Вопрос, вопрос, вопрос. Понятно, я к тому, что понятно, почему это все делается. Рабочие места, вся фигня, да, там, локализация. Проблема в том, что недавно я смотрел цены на автомобили на Украине. Так. Они такие же. Нет, а у них на самом деле, по крайней мере, вот до недавнего времени, я точно знаю, были очень высокие импортные пошлины на автомобиле. Зачем? Ну, по двум причинам. Чтобы люди не перестали покупать запорожцы. Примерно так и есть. То есть, во-первых, потому что украинская налоговая система, она существует в полууборочном состоянии, а проконтролировать ввоз автомобиля на территорию страны более-менее возможно. И прямо на границе взять, как бы, деньги. А второй момент заключается в том, что значит, в Запорожье, вот на ЗАЗе, там производились украинские автомобили. Каким образом они производились? То есть, из Китая поставлялись комплекты. А в комплекте было всего десять уже, ну, почти там, не деталей, а уже десять там, по сути дела, собранных элементов автомобиля. Десять гайками в руле. Да, их скрепляли гайками. Там на скрепление всех этих элементов уходило где-то, ну, один рабочий день, одного рабочего. И это считался украинский автомобиль. Люди, которые, значит, все мы тем управляли, они были, ну, во-первых, очень богаты, во-вторых, этот бизнес приносил им огромные деньги, потому что, если бы этот же самый автомобиль, просто скрепнот, состоящий не из десяти частей, а сразу скрепленный гайками, возился бы через границу, то пошлино. Он стоил бы примерно вдвое дороже. Вот, поэтому у людей как бы был такой большой прибыльный бизнес, вот именно на Запорожском автозаводе. Они его очень долго защищали. Не знаю, как там сейчас, а раньше было вот именно так. На самом деле, даже без всяких пошлин, все равно эти бы машины, они нормальные, стоили бы в России, в Украине дороже, чем в Америке. Потому что в Америке есть автоконцерны, которые эти машины делают, и ты вот купил машину, и ты на ней ездишь. А в России нужно, чтобы эти машины как-то вообще в Россию кто-то привез, а это транспортные расходы, логистика. Но в Америке очень большой импорт автомобилей, Америка импортирует автомобили. Да, но у них есть местная, как понятно, у них есть импорт там из Японии огромный, там из других стран, но у них есть собственный автопром нормальный, да, и ты в принципе можешь купить там американскую машину. Вот и нормальный. Собственно, по низкой цене и на ней ездить. А в России этого нету, потому что ты либо Ладу Калину покупаешь, либо вот нужно, чтобы каким-то образом к тебе вот попала иномарка в страну. Нет, ежи производят сейчас, там локализация очень высокого уровня. Ну, если в России построят больше, значит, иностранные компании, автокомпании построят больше своих заводов и будут все это тут у нас делать в России, то да, хорошо. Ну, хорошо, да, в общем, ежи он как бы такой. Я просто хотел заметить, что американский автопром сейчас весь находится в Мексике, и в Мексике производятся все американские автомобили. В самом... Это правда, да. В самих США мало еще производится. Собственно, Трамп, кстати, вот он хотел, почему, Нафта, пересмотреть соглашение именно во многом для того, чтобы вернуть часть автопрома на территорию США, потому что, ну, в нынешних условиях Детройт, например, загибается, бывшая столица автопрома, а приграничные области Мексики процветают благодаря тому, что там находятся автопроизводственные предприятия. В России они тоже есть, в том-то и дело, у нас, причем, достаточно высокая локализация. Начинали мы тоже с отверточной сборки сейчас. По-моему, чтобы не платить высокие пошлины, автопроизводитель обязан довести локализацию до 60%. Это много. У нас, по-моему, только коробки передачи собираются и двигатели. То есть, на некоторых предприятиях коробки собираются, двигатели завозят, на некоторых наоборот. Ну, то есть, это достаточно круто, ну, в плане технологичности. Ну, у нас есть своя Мексика на южных рубежах, и там есть Узбекистан. Ну, между прочим, я хочу сказать, что в Узбекистане сейчас очень быстро развивается автопроизводство, причем там действуют корейские концерны. Почему? Потому что в Узбекистане исторически была большая корейская диаспора, и там сейчас активно развивается производство дешевых корейских автомобилей. То есть, они стараются перевести свой автопром на производство дорогих автомобилей, ну, там, типа японских, да. А производство дешевых марок вот как раз отправить на аутсорсинг в Узбекистан. И у них, ну, как говорят, многое получается, на самом деле. То есть, они хотят завалить европейский рынок дешевыми узбекскими машинами, сделанными, значит, под контролем южнокорейских инженеров. И более-менее у них пока получается. Это экономический успех произошел благодаря товарищу Сталину и его мудрой политике. Потому что, если бы не товарищ Сталин, то корейцы никогда бы в таком количестве не оказались в Средней Азии. Ну, опять вот эти вот шуточки на грани. Это не шуточки, как бы. В 36-м году было переселение корейцев с Дальнего Востока, значит, в Среднюю Азию. То есть, если в отношении, там, допустим, переселения калмыков, чеченцев, ингушей, можно хотя бы как-то попытаться это объяснить тем, что они коллаборационистскую позицию занимали, там, крымские татары, те же самые, в годы Второй мировой войны, то в случае с корейцами это совсем сложно, потому что их до войны переселили.